Пятый канал и Мостелефильм представляют Мы лихо листаем в старой дружбе верны Любим или теряем, знаем только лишь мы Смерти вновь улыбнемся и отправимся в бой Чтобы опять встало солнце над холодной водой Мы однажды вернемся на покинутый берег Где спокойная жизнь у янтарной волны Это будет не скоро, только я в это верю Мы однажды вернемся с неизвестной войны Мы однажды вернемся на покинутый берег Где спокойная жизнь у янтарной волны Это будет не скоро, только я в это верю Мы однажды вернемся с неизвестной войны С неизвестной войны С неизвестной войны Шах Понял меня? Да понял, понял, чего сразу наезжать? Просто стремно как-то со всем этим хозяйством в гостинице переться Вдруг собаки унюхают Ты с дуба рухнул? Ну какие собаки? Ну эти, ну которые взрывчатку унюхивают Не ворот, ты реально параноик Шах-шах, менты Принесла нелегкая Так, так, спокойно Это обычные гаишники, им скучно Им кроме денег от нас ничего не надо Улыбаемся Здравия желаю Инспектор дорожной службы, старший лейтенант Веричавый Ваши документы Пожалуйста Пожалуйста Куда следую В Приморском В отпуск с друганами, святое дело Седьмое, седьмое, это пятый Интересная у вас фамилия, лейтенант Слышишь меня? Звучит Седьмой, седьмой, пятый на связи, слышишь меня? Пятый, пятый, я седьмой, слышишь меня? Пятый, это седьмой, слушаю, что там у тебя? Слушай, тут мимо меня какой-то лихач пролетел Под судью несется Принимай его Вижу, вижу, сюда несется Проезжаем Да Ну, что? Штаны никому не надо просушить Весь звучит и шаг А я уж думал, все Приехали А ты не думай, здесь я думаю И запомни, еще раз думаешь Без моей команды шмалять Я тебя, я тебя своими руками кончу Понял меня? А вдруг бы он шмон устроил? Я спрашиваю, ты понял меня? Да понял я, понял Вот так Краб, давай быстрее, время поджимает Про международный велопробег слыхал? Да вот как раз читаю Такое у нас не часто увидишь То-то и оно Есть данные Что на старте велопробега Возможен теракт Все службы переведены в режим усиления Ваша группа задействована тоже Ясно Что мы будем делать? То же, что и все Патрулировать На улицах работает полиция Курсанты В общем, народу хватает За вами особый объект Гостиница Там должны остановиться Участники велопробега и СМИ Себя, как обычно, не раскрывать В случае обнаружения подозрительных лиц И ситуаций Немедленно сообщать мне лично Самим же Действовать Только в экстренных ситуациях Задача ясна? Яснее не бывает То-то ребята обрадуются С армией, наверное О патруле не вспоминали Ну, ты знаешь Иногда полезно бывает Вспомнить молодость Ясно? Так точно Тебе, кстати, тоже Да они что Совсем там что ли, а? Командир, ну ты ему хоть скажи Нас на патрулирование брать ставить Это так можно микроскопом гвозди заколачивать Ты что ли микроскоп? Может и я Слушай, Дима, что ты на меня взялся? Приказ есть приказ Так все Стоп! Отставить разговоры Приказано патрулировать Значит, будем патрулировать Итак, мы со звонарем Работаем индивидуально На нас северные и западные сектора Там, где находится отель В котором останавливаются все спортсмены Да, кстати, Дим Ты говорил, у тебя там какой-то приятель есть? Да, Гриша Надо отработать и этот вариант Ну, надо пересечься и договориться с ним Хорошо, принято Дядя и Гроза работают в Южном секторе Если что-то случится, не вмешивайтесь Вызывайте либо меня, либо звонаря Все ясно? Да нет, ничего не ясно Командир, это подожди Ты что, меня что ли тоже на улицу выгоняешь? Я не понял, Андреич Ты такой же член команды, как и мы Приказано патрулировать Значит, будем патрулировать Приказ был по всем Спасибо, конечно, за доверие Но у меня задача связь обеспечивать А не по улицам болтаться Так а ты работай, а не болтайся Вообще, хора возбухать, Андреич Приказ есть приказ Что такое? Хоры штаны просиживать Давай, молодость вспомнишь И ты туда же Так, все Работаем Пошли Ну, пойдем, Аня Молодость вспомним Командир, ащу мы так долго тянемся Ты подлиннее дорогу не мог выбрать? Дим, я этот район не очень хорошо знаю Если знаешь дорогу поближе Садись за руль и вези меня сам Вань, я тебя умоляю А меня умолять не надо Ты уверен, что он дома? Сейчас приедем, порог поцелуем и поедем назад Ну, а где ему быть? Он уже три дня как болеет В смысле болеет? В смысле болеет? Что, бухает, что ли? Ну, че сразу бухает? Как все нормальные люди Между прочим, могли бы позвонить ему Если бы позвонили, вообще бы никуда не ездили Но я же уже объяснял Если бы было куда позвонить, я бы уже позвонил Дима, двадцать первый век на дворе Сейчас мобильники У каждого школьника И у каждого бомжа Гришка нормальный мужик Но вот, когда он бухает, он все теряет И вот уже три дня Как он человек без телефона Понятно Потерянный для общества Че, сразу? А думаешь, он согласится, чтоб ты его подменил? Ну, а чего ему не соглашаться? При чем тут вообще согласиться, не согласиться? Он, между прочим, когда мы с тобой по заданиям бегали Много раз меня в ЖЭКе выручил То есть, я ему должен Поэтому долг платежом красен, вот и Ладно, двой человек Поехали тогда ему долги отдавать Здравствуйте Здравствуйте, дорогие спортсмены, проходите Проходите Здравствуйте, проходите Засуетились Весь город на ушах стоит Может, стуканул кто? Ну, про нас Да если бы стуканул, нас бы уже брали Просто страхуются Слышишь, Ах А нас не кинут? Слушай, Ворон, а че ты такой нервный стал, а? Краб, вот ты со мной не первый раз Нас когда-нибудь кидали? Ну вот Понятно Ну вот и не дергайся Получишь все, как договаривались Если работу выполнишь, как надо Давай, давай, прямо едем Да, серьезно у них все тут На каждый чайх слетаются Так что делать будем К этим велосипедистам Не подобраться будет на трассе Зачем нам на трассу? У нас вариант поинтереснее есть Поехали в гостиницу Вот ваш ключ Вы знаете, у нас сегодня небольшие проблемы с горячей водой Но в ближайшее время мы все исправим Приятного отдыха Спасибо, Алла Вы извините, пожалуйста Да, не все страшно Да Девушка, а кто у вас здесь сантехникой заведует? А вы, собственно, по какому вопросу? Ее, собственно По вопросу подменить вашего сантехника, Григория Ну, наконец-то Что же вы так долго? Мы вас уже заждались Вы скажите спасибо, что я вообще к вам сюда пришел Я, между прочим, в другом месте работаю У меня свои работы, во Ну, ладно, ладно Идите прямо по коридору Там кабинет Евгения Петровича Он вам все расскажет Евгений Петрович, это ваш завхоз Не завхоз, а менеджер по хозяйственной части Идите, пожалуйста, скорее Он вас очень ждет Да, хорошо, да, хорошо Слушайте, а это Алексеев Да Тур де Франц, чемпион Да Я извиняюсь, вы же, вы же Алексеев Да, а что? Да Я за вас по телеку болел И Тур де Франц, вы помните это? Конечно, еще бы Молодой человек Секундочку, но это же вживую Алексеев Слушайте, а Фух, сейчас Можно автограф? Да, конечно, только Давайте так Молодой человек, вас там вообще-то ждут Я лечу уже, это Петра Алексеев, ну Тур де Франц, чемпион Ну вы Вы порвите там всех Обязательно Невременно сделаем Петра Алексеев Ну давайте скорее, пожалуйста Эх, Анна, Анна Куда только командир наш смотрит В смысле? А куда он смотрит? Да уж точно, куда-то не туда Эх, сбросить бы мне Гадков, это Андреич, ты о чем? О тебе Ну должны же у мужика глаза быть Ой, да глаза-то у него есть Толку-то У него одна служба в голове Он же у нас Командир Ну и что, что командир? То командир не человек, что ли? Давай закроем эту тему Ну вот, видишь, тебе тоже неприятно Ну-ка, погоди Чего у тебя, подошва отклеилась? Да нет, ты только головой не верти Сзади у тебя фургон Один снаружи, с другой внутри Ну и мешки таскай Не нравится мне этот пейзаж Думаешь, взрывчатка? Черт его знает Давай, Котянечка, приобниму для конспирации Давай быстро, вызывай своего ясного сокола На связи, что у вас? Переговая 35 Во внутренних дворах четверо Идут себя подозрительно Просят какие-то мешки в машину И, похоже, уже заканчивают Прием Понял тебя Буду через пять минут Если они куда-то поедут Сразу сообщи мне Не задерживаются Ну что они там, уезжать не собираются? Наконец-то А, простите Не подскажете, а как проехать к центральному входу? Конспиратор хренов Вон туда Бургон красный, видишь? Вижу, вижу Не слепой Все, уходите отсюда и вызывайте подмогу Я их задержу Даже не думай Что значит, не думай Андреич, уводи ее Это приказ Спасибо, дедушка Значит, в ту сторону, да? Да, да, да Дедушку нашел Тоже мне Ну что, внученька Пойдем подкрепление вызывать Нашему доброму молодцу Че надо? Ребят, проехать надо Проезжай Слушайте, ну сдайте чуть-чуть в эту сторону Не проеду Пока не разгрузимся, с места не сдвинемся Дружище, ну давай я помогу разгрузиться вам Нет, куда? Да что ты в руки суешь? Ну что же вы по-человечески-то не понимаете, ребят? Че надо? Отъедьте в сторону, и я проеду, и все Че, не ясно сказали, вали Ребят, если у вас четверо что, борзеет можно, что ли? Тихо, 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 тихо Шекел, иди сюда Валим, быстро, валим Давай, давай, осея ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ну, стоять! Выходи из машины! Выходи! Тихо, тихо! Ноги! Руки на голову! Ну-ка! Давай-ка! Идёргаться! Руки! 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 Пошел! Выходи в машине! Ноги живее, сказал! Что в мешках? Возьми и посмотри. Привет! Ясно! Упакуйте их! Ну, пошел! Да! Давай-давай! Пошел-пошел! Геннадий Палыч, Калинин, в машине были обнаружены мешки с непонятным содержимым. Также и в подвале гостиницы. Есть вывести на безопасное расстояние и вызвать саперов. Ваня! Вань, как ты? Тихо, Ань. Нормально все, нормально. Как нормально? У тебя кровь! Ну, а что там должно быть? Опилки, что ли? Дай посмотрю. Да не надо ничего смотреть. Надо кровь остановить. Ты лучше скажи, что с этими ребятами? Взяли их? Взяли-взяли. Взрывотехники, наверное, уже на месте. Хорошо, тогда поехали отсюда. А то у меня с этим местом очень неприятная ассоциация. Давай, я подержу. Садись. Отпускаю. Отпускаю. Ну что, Ген, пойдем? Угу. Ну, а если там взрывчатка? Угу. Надо было сразу же гнать его на полигон. Я маршрут уже отработал. С минимальными жертвами среди местного населения. Ну что там? Песок. Какой песок? Сахарный. Порядка полтонны. Да. Ген, ты пойми, я получил сигнал. Слушай, да не опрадуйся. Все ты сделал правильно. Все, снимай отцепление. Все, ребят, снимаем отцепление. Угу. 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 Еще, 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 еще. Тихо, тихо, аккуратно, аккуратно. Ой, как ты это ешь, а? Нормально. Война войной, обед по расписанию, как говорит звонарь. Кстати, это не его хохма. Пусть не выпендривается. А где звонарь? Как где? На халтуре. Шутишь, что ли? Конечно, шучу. В гостинице. Проверяют все подвалы. Осторожней. А, идите посмотрите, что там. По сторонам. Вань, ты чего? Стоять! Телефон положь. Кто такой? Сантехник. Сантехник. Ворон, на кой ляд тебе знать, кто это? Валите его. Только без стрельбы. А то запалимся. Мужики, вы чего? Я сантехник. Просто я… Я по работе здесь. Ну, значит, не повезло. Тебе сегодня сработал. Извини. Все, ты труп! Труп, скотина! Не стрелять! Почему все приходится делать самому? Сами закончите без меня. Слышишь ты? Сварь! Стрелять буду! Стоять! Открой! Открой! Стрелять буду! Он никуда не денется. Так, давай завалим его. Мы договаривались, что он будет постоянно на связи. А сейчас у него телефон выключен. Может, забрался куда-то? Куда? Где связь не проходит? У нас операция. Если вызывает командир, что ты будешь делать? Буду искать возможность с ним связаться. Вот и я про то же. Поехали. Думаешь, цель – гостиница? Ну, конечно. Давай, давай! Эй, ты меня слышишь там? Думаешь, повезло тебе, что не нарезали? Ты передохни покуда. У тебя под логом будильник скоро зазвонит. Разбудит. Не скучай. Пусть подыхает, как крыса в подвале. Это хорошо, что мы у него телефон набрали. Так бы он ментам позвонил. Да нет, этого мало. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Да-да, Евгений Иванович. Так точно. Виноваты, товарищ генерал. Исправимся. Будет сделано. Понял. Ну, спасибо тебе. Я уж пожалел, что твою группу на патрулирование поставил. А мы-то тут при чем? При чем? С чего твой Мельников решил, что если звонай трубку не берет, значит в гостинице теракт? Так что из-за этого всех людей эвакуировать? Командир считает, что гостиница идеальное место для взрыва. Все знаменитости вместе, пресса тоже. Накроет всех разом. Командиру виднее. Виднее? Ему сегодня один раз уже было виднее. Спасибо, конечно, что воришек с сахаром поймал. Мне уж генерал позвонил, поблагодарил. Стыдобище. А если бы это был не сахар? На кой черт вообще нас привлекли, если б не доверяете? Фух. Да что ж за день сегодня такой? Все на меня орут. Даже ты на меня рычишь. Виноват, товарищ подполковник. Ни хрена-то не виноват. Короче, людей в гостиницу я пошлю. Пускай проверят на всякий случай. Насчет эвакуации не может быть и речи. Нам еще не хватало международного скандала на этой чертовой гологонке. Спасибо и на этом. Работайте. Иисус по-аниму. Насчет эвакуации. Иисус по-аниму. Иисус по-аниму. Иисус по-аниму. Повезло, так повезло. Повезло, так повезло. Зараза! Зараза, блин! Зараза, блин! Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Чем могу вам помочь? Мы ищем сантехника, который пришел на замену вашего. Как его можно найти? К сожалению, я не в курсе. Я только заступил на смену. Хорошо. Кто в курсе? Девушка. Я занимаюсь посетителем, а не сантехниками. Обратитесь к менеджеру по хозяйственной части. Вот туда, по коридору. Это завхоз? Нет. Менеджер по хозяйственной части. Хорошо, хорошо. Пойдем. Спасибо. Что? О, о, о! Какая? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все, время пошло. Уходим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А сантехник-то затих. Подох, наверное. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, туда ему и дорога. Пусть подыхает. Все, уходим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ваши документы, пожалуйста. Ваши тоже. А с кем имею честь? Ага. Что-то случилось? Держи. Да. – Здрасте. – Здравствуйте. Вам что, молодые люди? Вы знаете, вам прислали недавно нашего сантехника, ну, взамен вашего сантехника. Ну, прислали. И что? – Он нам очень нужен. – Очень. Ну, так он в подвале. А как туда можно пройти? У него телефон не отвечает. А в чем, собственно, дело? В чем, собственно, дело? Дима, я начальница ЖЭКа. У него там авария на участке, а он к вам на халтуры бегает. Кто мне за это будет платить? Вы? Девушка, не нужно на меня кричать. Я еще не начинала кричать. Аня, ну, бывай. Позвал я вас, не пущу. Стратегический объект. Нет, девушка, я же понимаю. Только с разрешения начальника охраны. Понимаешь, это нормально, да? Ждите на улице. Хорошо, только я вас очень прошу, не надо никуда звонить. Я вас очень прошу. Я уже звоню. Я уже звоню. Что вы делаете? Он не оставил мне выбора. Что ты наделала? Нам нужно было просто зайти и узнать. Бежим отсюда. Бежим отсюда. Цель вашего прибытия в Приморск? Отпуск. Кем работаете? Я бизнесмен. Кем работаю. Вы тоже? Да. Это мои сотрудники. Совместный отдых укрепляет отношения в коллективе. А нельзя ли побыстрее? Мы торопимся. А куда вы торопитесь? У вас же отпуск. В вашем прекрасном городе мы познакомились с тремя очаровательными незнакомками. Звонарь! Дима! Дима, ты где? Блин, да тут целый день можно бродить. Ну ничего, если он здесь, мы его обязательно найдем. Дима, ты где? Димка! Вань, а ведь звонарь не может просто так пропасть. Если его нет, значит… Хорош! Вон здесь, значит найдем. Дима, звонарь! Отсадись! Дим! Димка! Дима, ты где? Дим! Дима, зови! Звонарь! Димка! Димка! Здесь я. Отзовись! Дима! Здесь я. Малеха меня ранили. Бомба там. Где? Я тебе так не объясню. Ты меня вытащи, а я тебе постараюсь показать. Иди на эту сторону, быстро! Дима! Ты только не молчи! Димка, говори с нами, пожалуйста! Че так возит здесь долго? А ты выйди и помоги нам! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ты Боб увидел? Издалека только. Там таймер, скорее всего, стоит. Радиовзрыватель смысла нет ставить. Здесь связь хреновая. Ну! Димка! Димка, да ты весь в крови! Где твой телефон, дурак? Хулиганы отобрали. Дима! Евгений Петрович, можно к вам? Евгений Петрович! Убили! Сюда, скорее! Что случилось? Что такое? Евгения Петровича убили. Где он? У себя в кабинете. Держите. Все перекрыть, никого не выпускать. Калинину и Субботину, быстро! Субботина, четвертый! Понял. Приятного отдыха. Будьте внимательней с незнакомками. Ну, разумеется. Так, это они этого мужика нашли, что-нибудь? Да включи мозги, придурок! Им до него минут двадцать добираться, а они только приехали. Все, валим отсюда! Так, давай-давай-давай! Держи! Стой! Держись, Дима! Ну что, где бомба? Димка, держись! Там она, там! Как вы меня здесь вообще нашли? Держись, держись! Вот здесь, после вентиляции, кажется. Ну где? Стой здесь! Стой! Димка, давай, садись! Слушай, грамотно заложили. Прямо по газовой трубе пустили. Если эта штука рванет, здесь камня на камне не останется. Дима! Димочка, дорогой, Дима, давай! Дима, ну что скажешь? Я с этой системой не знаком. Вставай, вставай! Вставай, вставай, вставай! Вставай, вставай! Дима! Давай, Дима! Давай, 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 давай! Ну! Сумку дай! Дима, давай! Сумку! Ну, давай! Ну, Дима, давай! Димочка, давай быстрей! Шлипай отсюда! Нетушка, не дождёшься! Даже не думай! Мы уйдём отсюда вместе! Димочка, делай то, что ты должен делать! Дима, 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 держись! Давай, давай! Соберись! Можешь отключить? Какие варианты? Варианты? С вариантами хренового у нас, Ваня. Всего один. Дима, 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 Дима… Про второй я и думать не хочу. Ну, что я говорил? Они ничего не нашли. А если бы нашли, тут уж такой шухер был бы. Все, поехали. Э, погоди, рванет через две минуты. Мы ж посмотрим, а? Совсем больной? Дитя Малое. Поехали, говорю. Дима, ты подумай о людях, которые наверху. Пожалуйста, а? Дима… Дима, пожалуйста! Ну, проснись, ну, пожалуйста! Дима, 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 Дима! Дима, ты что? Дима, ты что? Дима, ты думаешь, Дима! Не надо думать! Пожалуйста, ты сможешь! Хорошо. Возьмите. Да. Вам полегче? Да. Ну, что здесь произошло? Их было двое. Мужчина и девушка с ним. Так. Ну и как они выглядели? Мужчина довольно-таки молодой. Одет так себе. А баба красивая. Красивая, да. Но скандальная. Начальница ЖЭКа. Какого? Не знаю. Ну, так что они хотели? Они искали сантехника. Я сказал, что он работает в подвале. А вы в подвал нас сможете провести? Да, конечно. Сейчас. Одну секундочку. Алло. Начальник охраны? Да. Зайдите ко мне. Немедленно зайдите ко мне. Здесь нужно провести людей в подвал. Да. Все. Отбой. Жду. Сейчас. Одну секундочку. Красный или зеленый? Ну? Красный или зеленый? Ну? Красный. Значит, красный. Красный или зеленый. Дима. 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 Дима! Дима. Дима, ты что? Дима. Дима, ты что, дурак, что ли? Я же сказала, красный. Дурак. А я какой перерезал? Господи, ты что, дальтоник, что ли? Дима, молодец. Мудрые люди говорят, послушай женщину и сделай по-своему. Молодец. Дима. 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 Ты молодец. Ты их запомнил? Конечно. Запомнил их? Описать сможешь. Да. Аня, срочно набери дядю. Держись, тихо-тихо. Дима, все хорошо, все хорошо. Все хорошо, все хорошо. Дай сюда. Дай сюда. Дай. Алло. Дядя. Все, бомба обезврежена. Да, сейчас звонарь тебе передаст их приметы. Знаешь, как уйти отсюда? Да. Уходите отсюда быстро. Все. Димечка, идем. Давай-давай. Давай-давай. Давай, Димечка, давай. Все, бомнился. Привез его, возможно. Террористов трое одеты в спортивные костюмы. Так, Александр Петрович, где была сантехника? Вот здесь вот. Угу, понятно. Здесь кровь. Проверь. Так, ну что здесь у нас? Гена, подойди сюда. Кто-то остановил таймер. Так. Да, слушаю. Ну, мы ее уже обнаружили. Вызывайте саперов. Так, машина серебристый Лексус. Хорошо, понял. Угу. Объявляем перехват. Извините, пожалуйста. Да. Не пускайте никого, хорошо? Сейчас приедут наши специалисты. Хорошо. Спасибо. Угу. Ну что, приметы получили? Да, по ним уже работают. Павлович, я же у них документы проверял, так что фамилии и номер машины я помню. С тобой поговорим позже. Быстро в машину. Катя reports Khad pass. Внимательно все постам, мы Севастопольское совершаемое поездное спецназу pelicuus. Воружитель смысле происшествия сказанья. Прошу принять моим задержания автомобиля Лексус. Номер 295, серебристого цвета. Автомобиль следует к выезду из города. Под положительным машинам находится на учебной преступнике. Ну, короче, сел ее? Ага. Здесь сижу, а он путет первым номером. Значит, за мной еще этот, поляк там, помнишь, в прошлый раз на соревнованиях? А, да-да-да, точно, слушай, ну он тебя почти нагонял, ты его как сделал вообще. Ну вот, значит, держу я его, да. Жара градусов сорок. Мужики, а тормозните здесь щеток, а? Да, тяжелое было. Алексеев чемпион. А, привет. Привет. Что случилось? Да ничего, фигня, слышь, ты там, это, порви всех. У тебя все получится, я просто себе загадал, если… У меня все выйдет, то и у тебя все получится, ты выиграешь. Так что давай, не подведи. Ладно, постараюсь. А что получится? Да неважно. Димка, это кто? Это, это же Алексей, фор де фран, чемпион. Липерт, осторожней. Садитесь, пожалуйста. Держись, Димон. Стоять! Давай. Поехали! Поехали! Торежка, медаль! А-а-а! Не поверьте, нас преследуют такси! Ворон, валим этого козла! Блин, патроны! Стреляй, стреляй! Блин! Ну, что там? Он отстреливается! Газуй! Газу, газу! Ура, ура по этим дорогам! Куда газу? Давай, давай, гони, блин! Обходит, обходит слева, давай! Это гонила, краба завалила! Ура! Ствол брось! Ствол! Стой! А-а-а! Гнида! Я сволочь! Это тебе за слонаря! А-а-а! Зубатов! 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 Куда вы пошли? Я за водичкой минеральной! Вернитесь! Зубатов, вернитесь! Зубатов, вернитесь! Валим, валим! Бегом, бегом! Я смотрю, ты быстро бегаешь! Значит, на поправку пошел! Спокой не отсвечивай! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! А-а-а! А-а-а! Я верю! Мы однажды вернемся с неизвестной войны! Мы однажды вернемся на покинутый берег, где спокойная жизнь у янтарной волны! Это будет не скоро, только я в это верю! Мы однажды вернемся с неизвестной войны! С неизвестной войны!